Продолжается преображение парка Молодежный, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В этом году идет третий этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Ведется обновление аллеи от озера до улицы Ставропольской. Выполнена укладка плиточного покрытия аллеи, установлено двухуровневое освещение, завершается ремонт входной группы со стороны улицы Ставропольской. В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке трамвайного движения от улицы Нововокзальной до Барбошиной Поляны запуск трамваев по капитально обновленному участку состоится в пятницу 30 августа, а не в среду, как планировали ранее. Бесплатный компенсационный автобусный маршрут будет работать до 31 августа включительно, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. В Ленинском районе реализован еще один дизайн-проект озеленения городского пространства на улице Молодогвардейской. Район благодарит социального партнера, который профинансировал проект, победивший в конкурсе. Заявка на конкурс была подготовлена ТОС совместно с администрацией Ленинского района. Администрация Красноглинского района поздравляет подписчиков телеграм-канала с Днем российского кино, который отмечают 27 августа. Премьера первого отечественного фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» по мотивам народной песни Остеньки Разиня. Длился первый российский фильм всего 7 минут. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин», вышедшая на экраны в 1926 году.